Здравствуйте! С вами программа «Нескучная классика» и я, Сатя Спивакова. Наша программа поможет вам понять и полюбить классическую музыку. Еще никогда за все 400 лет существования оперы на ее Олимпе не царила русская певица. Анна Нетребко стремительно ворвалась в мир оперы и стала в нем Примадонной Ассалюта буквально за несколько лет, тогда как другие певицы тратили на это полжизни. У меня в гостях звездная пара Анна Нетребко и Юсиф Ивазов. Здравствуйте, Анечка! Здравствуйте, Юсиф! Наконец-то! Наконец-то! Добрались! Вы действительно долгожданные мои гости. Анна! Привет всем! Всем привет! Друзья, родители, вы здесь! Спасибо! Я попробую сегодня постараться на вашем примере, чтобы мы разобрались и поняли, как возможно жить нормальной жизнью при, в общем-то, не очень нормальной профессии. Начну издалека. Анна, я знаю, что в детстве был ансамбль кубанской пионерии, или как он назывался, и пела, и танцевала, и в Бабу-Ягу играла. А когда всерьез возникло это ощущение, что пение будет профессией? Ой, вы знаете, ну, уже довольно поздно. Я хотела быть актрисой, но потом я передумала, я подумала, что легче поступить все-таки в музыкальное училище, чем в театральное. Ну, я подумала, ну, пойду учиться музыке. Говорят, вроде голос есть, а там мы разберемся. Потом я стала слушать опер, думаю, здорово, интересно. Попробую. Наверное, не смогу. Но попробую. И вот так как-то и получилось. А потом втянулась, стала ходить в Мариинский театр. А почему Ленинград, кстати? Почему не Москва? А вы знаете, а честно вам скажу, мне очень понравился Петербург. Ленинград. Тогда был Ленинград. Когда я еще была маленькая, я смотрела фотографии, я влюбилась в этот город, я сказала, что я хочу учиться только там, я хочу ехать туда. Это, видимо, вот та интуиция, которую никогда потом в жизни не подводила. Интуиция была, да. Ну, наверное. В принципе, я выборы свои делаю в жизни благодаря какой-то интуиции, к какому-то внутреннему чутью я знаю, что вот мне нужно идти туда и делать это. А вот это мне не надо делать. 93-й год, конкурс Глинки, потом Мариинка, первый спектакль, насколько я понимаю, «Моцарт. Свадьба Фигара» с Валерием Абисалычем. Нельзя было не почувствовать, что Валерий Абисалыч сразу выделил и дал возможность вот идти по широкой дороге. Нет, вы знаете, на самом деле это был период, когда Валерий Абисалыч решил омолодить труппу. И я была не одна. Нас было несколько. Была целая плеяда молодых певцов, разные голоса, разные типы голосов. И он дал нам вот этот вот зеленый свет и дал нам возможность выступать на сцене в больших партиях, пробовать себя. актерскому мастерству как и где училась? Ну, какие-то основы все-таки действительно в консерватории нам преподавали, и большое им спасибо за это. Но в основном, мне кажется, просто я смотрю роль, я ее изучаю, и от этого я уже как-то исхожу. Опять же, чисто интуитивно. У меня просто тоже есть свое видение каждого характера, образа. Это не значит, что я добавляю в него что-то от себя, я не думаю. Но просто, я даже не знаю. Я понимаю, но, например, я сейчас поясню о чем. Потому что я как-то расслышала одно ваше интервью совместное, где очень важно, ты сказала, что когда вопрос о разности тесситур, это правда, что есть там любовный напиток и есть в репертуаре Леди Магвы. Это есть Ману Леско, и вот это все принято говорить. Лирическая сопрано, колоратурная сопрано, драматическая сопрано. Ты сказала, я просто сопрано, я не делюсь на сопрано, я просто сопрано, я пою то, что мне прежде всего интересно, как артистке сейчас. Ну да, и то, что я могу. Если бы я не смогла, я бы не стала бы. То есть, если мне мой голос позволяет петь эту партию, я ее пою. Но если по каким-то причинам я не могу или не дотягиваю, я за эту партию не возьмусь, даже если я очень хотела бы ее спеть. Ну что, есть такие партии в репертуаре сапраном, которые тебе хотелось бы спеть, где ты не дотянешь? Ну, есть очень много партий, которые сложные, до которых просто мой голос не дорос и не дорастет никогда. Пример. Ой, многое не знаю. Ну, примерно. Да нет таких партий. Нет таких партий. Есть партии, которые ей не нравятся. Она не хочет. Я знаю, Баттерфляй, например. Не нравится. Дэс Дэймона не нравится. Татьяна не нравилась никогда. Нравится, когда ее исполняют другие певицы. Но сама, самой мне как бы, я действительно ее, я за нее взялась только потому, что меня очень сильно попросили. На самом деле, конечно, ничего во мне от Татьяны нет. И мне было очень трудно. Вот это была действительно актерская работа. Над каждым жестом, над каждым взглядом. Это было неудобно. А вот когда, понимаете, пришла Леди Магба, тут я практически стала самой собой, наконец-то. Ну, я сейчас посмотрим фрагмент Татьяны, как раз письма Татьяны из постановки «Метрополитен опера». А потом будем продолжать разговор. Пожалуйста. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 не было, куда идти, чем заниматься. И меня решили как бы так вот. Ну, вот раз ты ничего не хочешь от жизни сам, мы тебя аккуратно отправим туда, куда надо. Ну, я и пошел. Пошел, учился замечательно, прекрасно. Вдруг мы решили в институте организовать КВН. Совершенно случайно получилось так, что в этой, в номере нашей команды... Это же парни из Баку команды. Это было на уровне политехнического института. Это было все очень... Парни из Баку, это да. И надо было спеть песню. Какую, сейчас не спрашиваю, потому что не помню. Надо было спеть песню, и у нас и все семь-восемь человек нашей команды оказались... Как у Киркорова? Нет, там что-то другое было. То есть Пугачева. Любимый Киркоров, Пугачева. Да, да. И надо было спеть, и ни один из восьми участников нашей команды оказались бездарные все. Никто ничего не смог спеть, все пели фальшиво, пианистка сидела в ужасе, номер срывался, все уже что делать, завтра уже мы должны... Как я говорю, ну, давайте я спою. А ты умеешь так? Я говорю, ну, раз никто не смог, ну, давайте... У вас нет шанса просто. Либо я, либо никто. Либо я, либо плохо. То есть я так поставил. Я начал петь. Вижу, что-то никто не останавливает, и никто не делает вот так, да. Думаю, ну, пою, пою. Пошел второй куплет. Окей. Допел я эту песню, и пианистка так поворачивается ко мне и говорит, о, вот это было не фальшиво. И она мне сказала, слушай, ну, у тебя, по-моему, у тебя есть голос так. По-моему, есть. Пойди в консерваторию. А она сама была выпускницей консерватории, сама, да, играла и пела, по-моему, даже. Я подумал, а что, давай схожу. Так, голосочек подправлю, и пойду, как Филипп, в Москву песни петь. Я не знал вообще из классической музыки ничего. То есть полный ноль. А потом совершенно случайно, ну, как случайно, я начал от того, что ты крутишься в консерватории, там были заядлые вот эти вот ребята, я думаю, что они здесь тоже есть, молодые, которые просто вот влюблены больным образом в оперную музыку, то есть которые совершенно другого не приемляют. И они начали меня постепенно, вот послушай вот это, а вот я не хочу этого слушать. И как-то подружка позвонила мне, передавали концерт, никогда не забуду, Кабали из московского зала консерватории, где она приезжала с гастролями, этот концерт был. А первый, самый первый по телевизору показывали. И она, слушай, ну, делать мне было нечего, сидел дома, по-моему, тогда с ангиной, даже что-то такое было. Включил телевизор, стал смотреть. Ты знаешь, вот это, я думаю, что был тот переломный момент, который меня заставил присмотреться к этому жанру. То есть заставил просто обратить внимание. Вот с тех пор я абсолютно заболевший этим... Но траектория очень такая, крутая, потому что с тех пор 20 лет, и ты поешь... Я 8 лет как вот, да, на сцене. Ты приглашаешься в мути, и это, в общем... Через 8 лет начала карьеры быть приглашен в мути, это большая честь, конечно, большая удача, да, как бы никто не думал. Сейчас слушаю фрагмент в исполнении Юсика Ивазова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Но он более, конечно, естественно, он талантливый человек, он продвинет, он знает музыку, он читает с листа. Я-то не особо. Поэтому я, значит, врала, читала с листа и смотрю, понимает, понимает, что я ничего не знаю. Думаю так. Одну минутку. Я хотела бы задать вопрос. А, все, поняла. А ты даже Плассида так делаешь. К счастью, у меня есть возможность показать фрагмент именно дуэта из оперы «Ману Лиско». Любимейший. Слушаем фрагмент, пожалуйста. Слушаем фрагмент. 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 Слушаем фрагмент. 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 Слушаем фрагмент. 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 Он может переступить через какую-то черту и идти дальше. Он может переступить через преступление. Одно убийство, второе, третье, четвертое, пятое. Вот Макбет, при всем при том, что он был слабым человеком, он через это переступил. Это его не сломило. А вот ее это сломило. Я разочаровалась в ней. Нет, я пошутила. На самом деле, вот в ней есть вот этот вот именно страшный слом. И даже если вы читаете Шекспира, у нее не так много там появлений. Но у нее есть первый монолог, очень сильный, полон амбиций, полон таких вот, вот она, я вот, вот это здорово, это круто, вот это злоди, вот сейчас я. Потом появляется второй монолог. А в третьем монологе она появляется и говорит, убийство, и мне от конца. И это, это же ее аж вот так. Что-то и мне уже сломалось. Мы были в Нью-Йорке. Я расскажу свои впечатления, да, буквально вкратце. И я не ходил на эти рутинные репетиции, которые были, да, вот с дирижером, с режиссером и так далее. То есть я пришел уже посмотреть готовый продукт на прегенеральную репетицию. Когда я увидел вот это все, то, что там творилось, то, что она творила на сцене, у меня, знаешь, такой вот, я вышел, во-первых, я был абсолютно в шоке. Он очень тихий был, говорит, что случилось. То есть у меня все время в голове такой, значит, пульсировал вопрос. А если в ней есть вот от этой леди? Потому что так играть невозможно. Я подумал сразу так, а если в ней присутствует такая сущность? Пора текать, он подумал. Смотрим фрагмент, пожалуйста. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры сделал DimaTorzok А насладиться хорошей вкусной едой Это две разные вещи Походить по магазинам, встретиться с друзьями, повеселиться Вот как это все сочетается с этой жуткой жизнью Где чемоданы, автомобили, поезда, самолеты Вот все эти перелеты и еще постоянные расставания Вот это все, это обычная жизнь, это реальная жизнь Можно скажу одно слово, надоело Очень сильно надоело Я бы, если честно, прекратила бы счастье и не пела бы больше Я этим делом занимаюсь, потому что мне нужно содержать семью, ребенка Не говорите Ну ладно, я люблю, люблю музыку Но я не настолько ее сильно люблю, чтобы так уж прям вот как я, как белка в колесе Просто без конца, у меня нет выхода И вы, если посмотрите мое расписание, там белых дней вообще нету У меня все время что-то какие-то, и одно на другое, как снежный ком И это, вот это неправильно Тогда просто, понимаете, получается, что нету какой-то радости в жизни А семья – это радость, и близкие люди – это радость И если вот, например, у меня это отнять Да мне не нужна эта музыка, мне не нужно это пение абсолютно Это часть моей жизни, мне нравится это, но это только одна маленькая часть Но это работа В общем, работа – это тоже удовольствие, потому что все-таки я люблю то, что я делаю Такая работа, конечно, я с этого и начинала Я бы никогда бы не превратила это только вот в одну вот эту музыку В культ, не в кончике Я в музыке, в искусстве, вот оно Ни за что У меня этого никогда в жизни, может быть, было Это потрясающе Когда я только начинала учиться, когда мы все горели, дико музыка Это понятно, молодежь, это естественно А потом Все, действительно, вот, да, как бы Ребят, на самом деле, все реально Вот вы, каждый из вас может оказаться и на сцене, и Ковенгарден, и Метрополитен И где угодно абсолютно На самом деле, вот, это, у каждого есть шанс в жизни, да, вот, действительно это сделать Важно его не упустить Важно его не упустить Но встреча своей второй половинки – это самое большое счастье И его нельзя ни в коем случае Вот этот шанс упускать нельзя Потому что Ковенгарден еще будет И Метрополитен еще будет, и оркестры будут Это за буквально какие-то 2-3 года Вы можете облететь весь мир И спеть во всех театрах мира А что дальше? Если у вас дома нет любимого человека Это никому не нужно Домечательно У меня есть В чем разница между оперным миром вчерашним И оперным миром сегодняшним и завтрашним? Вот есть вот кардинальная какая-то разница? Опера превратилась в шоу И правильно сделала При этом, к сожалению, очень часто страдает качество Исполнение музыкальное, что грустно Последним фрагментом будет фрагмент Любимый миллионами телезрителей Потому что миллионы просмотров А именно Ари Джудиты из Апереты Легара Понимаешь ли ты, что ты, сама того не желая Закрыла, в общем, эту Арию для многих своих коллег Потому что больше ее никто петь не может Потому что вот эта проходочка в танце Всем хочется, но никого не получается Поэтому дежур говорит Стой, не двигайся Стой и пой Стой и пой А и уже не так Это вот интуитивно Вдруг случайно родилось? Да Случайно Как-то раз, да, вдруг? Ну да Ты же больше не повторяла это, да? Не швыряла туфли? Ну я когда бела Джудиту на анкор Я плясала, да, туфли снимала Ну нравится, надоел Надоел снимать Ну давайте все-таки посмотрим под конец Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ну я позволила себе в конце похулиганить Потому что все-таки передача должна быть нескучной Она была веселая сегодня просто Дорогие Аня, Юсиф, огромное спасибо, что вы были героями программы «Нескучная классика» Я только хочу пожелать здоровья, счастья, успехов само собой, а главное то, о чем ты сегодня сказала, чтобы был баланс между вот этими белыми днями календаря, когда есть возможность поехать куда-нибудь далеко и побыть всем вместе, и золотыми днями календаря, когда возможно выйти на сцену к любимой публике и отдать то, что накопилось. Субтитры Алексею Дубровскому! Скучная классика